Городской округ Люберцы присоединился к международной акции «Сад памяти». Цель проекта – высадить более 27 миллионов деревьев по всей России и в странах ближнего зарубежья. Количество саженцев равняется числу погибших в годы Великой Отечественной войны. На патриотическом мероприятии работали мои коллеги. В этом году локацией для проведения акции «Сад памяти» стала лингвистическая школа. Во дворе нового учреждения подготовили места для посадки 30 саженцев в сирене. Декоративные кустарники не только будут радовать своим душистым ароматом, но и станут символами жизни и памяти. Они будут нам говорить о том, что за наше Отечество было отдано 27 миллионов жизней. Я сегодня хотел бы искренне пожелать, чтобы мы светлую память о наших героях хранили в сердцах. И я искренне желаю, чтобы подобное никогда не повторялось. Это самая главная задача. Хорошую традицию мы с вами сегодня создаем. И пусть эти деревья станут вечным напоминанием о подвигах героев нашей страны. Акция «Сад памяти» зародилась в 2020 году. Ее инициаторы – Фонд памяти полководцев «Победа» и Всероссийское движение «Волонтеры Победы». Идею высаживать каждую весну 27 миллионов деревьев поддержали страны бывшего Советского Союза. И вот уже третий год патриотический проект объединяет несколько народов. В этом году у нас уже более 30 стран. Самая активная – это Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан. И в том числе страны дальнего зарубежья приходят и высаживают свои памятники, организуют их сами. Либо же мы помогаем с деревьями и с местами. Пусть это дерево вросли вместе с нами. К акции «Сад памяти» присоединились люберецкие школьники. Среди них воспитанница лингвистической школы десятиклассница Альмира Сотикова. Это дерево я сажаю в честь своего прадеда Чурагина Василия Степановича. Хочу, чтобы это дерево росло так же, как и процветает память о нем. Деревья и кустарники на территории школы высадили не только в честь героев Великой Отечественной. Актер Владимир Стеклов неоднократно выступал перед российскими военнослужащими на Донбассе. 9 мая он был в Мариуполе, где встречался с бойцами батальона «Спарта». И сегодня народный артист сажает сирень в память о Владимире Жоге. Он не просто погиб, а спасая, они увезли гуманитарку в Навахо. И он предотвратил танковую атаку. И был убит снайпером. Я думаю, что он среди героев Донбасса стал первым героем России. Не случайно именно 9 мая в Москве президент Владимир Владимирович Путин вручил звезду героя его отцу Артему Жоге, который сейчас возглавляет батальон «Спарты». В этом году международная акция стартовала 18 марта на территории Подмосковья. За это время высадили более 320 тысяч деревьев и кустарников. Сад памяти 2022 завершится на Поклонной горе 22 июня, в День памяти и скорби. Луиса Эгия Зарян, Богдан Колесников, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.